Ну, он совершенно очевидно наступит, потому что у нас каждый год, вы просто понимали, дефицит пенсионного фонда 1,3-1,4 триллиона рублей. Это вот за 6 лет на Олимпиаду потратили 1,5 триллиона. При всех скандалах коррупционных за 6 лет. Это считается очень много. Так вот, каждый год, чтобы выплатить пенсию, не хватает этой суммы. Можете себе представить? Население стареет, пропорции работников и пенсионеров меняются не в пользу работников. И у нас эта пенсионная дыра будет расти и расти. Как только цена на нефть опустится ниже 90 долларов за баррель, наступит сразу социальный кризис. А то, что экономический кризис не за горами, тоже совершенно очевидно, потому что у нас не развиваются никакие технологии. Потому что у нас не создаются, а даже уничтожаются какие-либо условия для инвестиционной привлекательности нашей страны. У нас отток капитала 100 миллиардов долларов в год. Можете себе представить? И сейчас как раз огромный капитал уходит за рубеж, несмотря на все вот эти заклинания с телевизионных экранов наших руководителей страны. Несмотря на все попытки запретить чиновникам иметь счета в иностранных банках. Как это все не будет работать. Поэтому кризис просто вот 100%. Если ничего не поменяется в нашей политике, то он наступит. Просто зависит от разных факторов. Это и, конечно же, цена на нефть. В основном это внешний фактор, а не внутренний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...